Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Cherry Amulet получается Vortex A15 2010 года выпуска двигатель 1.5 16-клапанный механика, передний привод пробег на автомобиле на данный момент 77 380 км пошли газы хозяин, говорит, стала выкидывать через расширительный бачок антифриз но перед этим у него потекла печка подозреваю, что немножко все-таки подогрел хотя, говорит, не подогревал но быстрее всего, наверное, подогрел маленько печку заменили течь из печки пропала но стала давить антифриз через расширительный бачок открываю капот тестер для проверки на наличие отработавших газов я пока не приобрел проверю своим старым методом резино-техническими изделиями вот видно на бачке хорошо подтеки антифриза на данный момент автомобиль холодный заведу его и оденем все-таки деньги в с здесь в в в в この в Какой-то клапан в тарабане. Компенсатор наполняется долго. Пробку расширительного бачка хозяин тоже менял, новую купил. Кто-то завел, а он уже шипит. Ну и как всегда, беру презерватив. А тут и далеко ходить не надо, только одел, а он сразу начал надуваться. Повторюсь, двигатель холодный, сейчас его надует, как шарик. Светает. Повторюсь, двигатель холодный, сейчас его надет. Не хочет мой тест здесь Радорик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше не стоит его надувать. Субтитры сделал DimaTorzok Это идет именно в выхлопные газы. Если поставить сюда кислотный тестер, он бы уже сразу показал изменение цвета. Но это у нас еще предстоит. В будущем я, конечно, кислотный тестер приобрету. Ну а в данный момент, что тут придумывать? Все симптомы налицо. Во-первых, при запуске у нас он протроил. Можно также взять под давлением проверить тестер, выкрутить свечи и думать в цилиндры и посмотреть, из какого цилиндра у нас пойдут пузырьки в расширительный бачок. Определить, в каком цилиндре. Ну, нам определение цилиндра тоже не нужно. Мы снимаем головку и смотрим на прокладку. Я уверен, что все дело в прокладке. А головку отдадим уже на шлифовку. Глушу. Ну, с чего начну? Начну с того, что сниму клемму с аккумулятора минусовую. Ну, а теперь снимаю корпус воздушного фильтра, чтобы подобраться удобнее к кремнию ГРМ. Пока делаю сверху, а потом поднимаю, сливаю антифриз. Откручиваю хомут. Снимаю этот хомут. Снимаю этот хомут. Да, фильтр здесь уставший. Его уже подтягивать начал. Он сидит неплотно. И весь он грязный. Снимаю корпус. Снимаю этот воздухозаборник вместе с корпусом. Снимаю Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Эмульсии у нас в масле нету, но масло очень грязное Добавил субтитры DimaTorzok 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 ну и что остается нам сверху основное такое снять генератор вместе с кронштейном снять клапанную крышку снять верхнюю крышку ремня горы и т.д. яичный хор яичный хор яичный хор Выкручиваем. Откручиваем также вот этот кронштейн, два болта, и он у нас ослабит трубку щупа, она тоже двумя болтами прикручена вместе с этим кронштейном клапанной крышки. Ключик также на 8. И выдергиваем трубку щупа. Пока не хочет выдергиваться, подниму, потом посмотрю снизу, что ее держит. Ну все, клапанная крышка у меня откручена. Здесь снимаем патрубок сапуна большой. И все, можно поддевать ее. Поехали. 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 Продолжение следует...